Чем дальше мы удаляемся? Под той Великой Победой, которая была 71 год назад, тем острее мы чувствуем ее значение, тем острее мы хотим ее помнить, ее отмечать и, зная, что на площадях это происходит, но у нас тут свой праздник, ведь здесь, мы должны это помнить, высаживался десант в количестве 25 человек, который способствовал тому, что город не был захвачен неприятием. Но я все-таки вернусь к нашим клубным делам. У нас свои герои, которых остается все меньше и меньше. Героев я называю тех, которые воевали, которые являются ветеранами, которые являются заслуживаниями участниками войны. К сожалению, вот сейчас в клубе у нас остался один участник Великой Отечественной войны. Это женщина, 94 года, сумник, и Фасилина Владимировна. Конечно, ее с нами сегодня нет, она на мероприятиях, и в другом городе тем более. Но мы помним всех, кто в нашем клубе состоял, кто выливал, кто ходил здесь. Еще 15 лет назад мы устраивали встречи в нашем клубе, сидели за столом, и было негде лишним человеку пристроить. Но столько было у нас участников Великой Отечественной войны. Поэтому не зря говорят, что это праздник со слезами на глазах. Да, это праздник, но наши ветераны уходят. Нашу часть войны ветераны еще больше у нас, конечно. Это, я сначала вспомню, кого вот мне в памяти. Это Кривнос Ван Денисович, орденоносец, орденок славы. Это Туркин Николай Васильевич, это Воронин, воевал на флоте, был юнгой флота здесь, вот Балтийского. Вот эти люди воевали. Другие были маленькие, но, для не менее, пережили блокаду, это Ильич Ивановский. Это у нас и тот же Воронин, и тот же, наверное, еще тут у нас ряд товарищей, которых сейчас не очень вспоминается. Но, тем не менее, у нас много ветеранов еще осталось не участвующих. Но, были, они присутствовали в этой блокадном городе, и они вспоминают это. У меня родители тоже говорили, мама, у нас здесь работала в блокаду. Так что, мне все это близко. Письма, я повторяю, чем дальше мы удаляемся, тем, кстати, сердечнее, как-то вот, с большим пониманием относится к той победе, которая была 9 мая 45-го года. Я был в роддоме в этот день, и она рассказывала, как все роженецы кричали «Ура!», свеживаясь из окон в больницах Махтовской улицы. Ну, давайте все-таки немножко вспомним про наш берег, про тех ребят, которые в количестве 225 человек саживались на этот берег, который был заплачен в региаде. Вы знаете, что 12-го сентября этот берег был уже оккупирован, и у нас пришел в Север, и встал в Урталлинского шоссе, где неоднократно происходили войны. И этот рост, который вот в полеи славы идет, он был многократно перекрытым в руки. Поэтому мы находимся на морской границе этой полеи славы. И вспоминаем вот этих ребят, которые в первом десанте дошли до улицы Чекистов, большая улица Штромполотка, вязание вот этого Медовского дом живота, который вы все знаете, просто неудовно. Для чего это все было сделано? Это, конечно, не для того, чтобы отбить немцев с такими силами. В 5-ти десантры было около 2000 человек. Было 5 десантов. Первый был здесь, где мы стоим, что мы. А для того, чтобы способствовать соединению 42-й армии, которая шла из Петербурга, и 8-я армия, которая шла из Романосова, из Романосова, со стороны Романосова, и должна перестрелиться в поселке Ленина. Этого не случилось. Но значение вот этой операции у всех десантов, это в том, что город не был взят. И мы хоть с трудом удержали город, отношения немцев, потому что они так хотели, и говорили, что завтра... Ну, оставалось его Кировского завода, там 4 километра, и завтра будем у нас. Ну, когда пришел в команду Нежу, то от пассивной обороны город перешел к активной обороне. И вот то, о чем я только что сказал, это способствовало тому, что город остался не взятым, но блокированным. И так продолжалось 2 года, 3 месяца, и вот 27 января 104 года город разблокировали, и все, без все заключения вздохнули, хотя, конечно, было непросто, вы все об этом знаете, и наша задача не забывать об этом, передавать из поколения в поколение. У нас, как вы видите, вот я первое поколение после войны, мы дети, наши внуки уже сейчас, и правнуки, которым мы, я надеюсь, будем собираться каждый год, и не один раз, потому что 3 октября у нас будет 75-я годовщина высадки десанта. Мы сейчас хотим, как это получится, это зависит от всех нас, этот крест заменить на гранитный, гранитная скульптура, дорогая скульптура, объявляет сбор, поэтому объявляет сбор для всех горожан города, и просьба откликнуться и внести в свою лепту восстановление этого, не восстановление, а видоизменение этого памятника, который вот тут с нами. мы построили текло 10 лет назад, в 2006 году, вроде бы наспех, но вроде бы получилось и очень неплохо, как отзываются люди. Главное, что мы не забыли это сражение, эту высадку, это героизм. Приятно сейчас мне говорить с вами, что у нас еще нашелся один десантник, который живет на Марисе Торресе, он приедет к нам, сейчас, конечно, он занят в торжествах, а сейчас мы нашли, вот наш человек, кто там живет, на Марисе Торресе, и оказалось, что вот он сейчас, 93 года, он еще даже ездит на машине, но правда летом, и скоро он приедет посмотреть на 100, вот этот регистратор, который он жаловил, именно в первом десанте. Так что, мы еще здесь соберемся с вами и поговорим об этой личной теме благодарности, которую мы и мы наших родителей, родителей, относимся к нашим предкам, все, кто воевал вообще на фронтах в гипотезе, и кто участвовал здесь в этом десанте. Вот, вы должны знать, вот эту историю передавать, что десант, он не сам по себе, армии должны были соединиться, но сил не хватило. Вот такова история расследований в двух словах. Но должен сказать вам, что здесь не только были немецкие войска, здесь была дивизия и норвежская стояла вот здесь и до Афгара. Так что, вот такой был расклад сил на тот момент. Ну, случилось благодаря вот королизму, народу, военачальнику, терпению наших родителей, которые остались в церквенном городе. Все это сложилось так, как сложилось, и мы, находясь на этой земле, должны жить дружно, должны помнить историю и никогда не забывать приходить сюда. Сейчас пришло побольше, чем обычно, Я думаю, все равно еще многие себя по гаражам и чего-то ждут. Это неправильно. Давайте пока я на этом закончу и продолжу наш сценарий в том виде, в котором мы это задумали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА